Всем привет, дорогие зрители! И сегодня вместе с вами мы приготовим вкуснейшие творожные кексы с ягодами. Нам понадобятся следующие ингредиенты. Это творог. Я использовала рассыпчатый, 5%. Также нам понадобится 2 яйца, сливочное масло, сахар и ягоды. Я использовала красную смородину, замороженную. Итак, до 250 г творога мы добавляем 150 г сахара, выбиваем 2 яйца, добавляем также 1 чайную ложку ванильного сахара, можно использовать ванилин по вкусу, и пробиваем все погружным блендером. Пробиваем до однородной массы. Все ингредиенты, друзья, должны быть комнатной температуры. Далее добавляем кусочек сливочного масла, также уже размягченного, 120 г мне понадобилось, и снова пробиваем все погружным блендером. И теперь добавляем муку, предварительно в нее я добавила 1 чайную ложку с горкой разрыхлителя, и просеиваем нашу муку к тесту, чтобы наши кексики были пышными и нежными. Все перемешиваем лопаткой или ложкой. Можно также дополнительно для однородной структуры пробить погружным блендером. И наше тесто практически готово. Все ингредиенты, подробное количество их я укажу в описании под этим видео. И в самом конце добавляем наши ягоды. Красную смородину, как я уже сказала, я не размораживала, замороженное добавляла. 200 г ягод. И аккуратно перемешиваем лопаткой, чтобы сохранить наши ягодки. Теперь формочки. Я использовала силиконовые. 12 кексиков, таких средних небольших, у меня получилось. Заполняем приблизительно на две трети. Надо учитывать, что наши кексики в процессе выпечки еще поднимутся. И отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов примерно на 40 минут. Ориентируйтесь, друзья, на свою духовку. Возможно, вам понадобится чуть меньше времени. Достаем наши кексики. Вот такие они выглядят сразу после приготовления, после выпечки. Даем остыть и вынимаем из наших формочек. Вот так выглядит уже готовый вариант наших кексов. Очень вкусные и очень ароматные творожные кексы в итоге получаются. Готовятся достаточно быстро и просто из доступных ингредиентов. И сейчас я покажу, как наш кексик будет выглядеть внутри. Вот такой очень нежный и немного влажный получается по этому рецепту. У меня все, друзья. Я надеюсь, вам понравился этот рецепт. Оставайтесь на моем канале. Всем пока-пока!